всем привет это видео про блок питания для чпу блок питания самодельный так как покупать так сказать импульсные блоки питания мне не нравится импульсники по той причине что хоть они работают стабильно все хорошо но у них с нагрузкой с небольшой когда выходит чуть-чуть за пределы они сгорают этот блок питания сделал сам не в основе трансформатор схема линейного выпрямителя или с линейного стабилизатора напряжения вот что поморочился у меня долго выходила потому что дела отвлекали сейчас нагрузки нету я его так собрал сейчас мне это ток на рекордах только здесь нету его понятно напряжение отрегулируется на холостом ходу она до 38 30 7 она на под нагрузкой там 22 24 вольта для чпу я думаю шаговый двигатель вполне пойдет почему еще не готова почти протестирую потому что я сделал как бы все не предусмотрел вентиляцию вот сейчас буду разбирать покажу что внутри из одной сделаю вентиляцию ну нарежу вентиляцию вентиляционные прорези сделают здесь например там сзади вот так вот там сейчас продолжим ну вот что внутри трансформатор здесь была стандартная обмотка 2 по 10 с этой стороны с этой стороны вот это вот я домотал еще толстым проводом не знаю количество витков сейчас уже не вспомню сколько тогда считал намотал сейчас не вспомню давно было круче на выходе было 28 переменки и подал на схему схема мост входящий емкости резисторы это измерить на измерение тока эти выход выходные стабилизирующие транзисторы на корпусе в принципе ничего сложного выходной выходной реле 40 амперная все схема вот она известная касьян гуляет вы можете найти вот ничего несложного нет здесь все элементы доступны и просто всего распаивается кому надо печатку я могу потом выложить в описании ну я в джипеде потому что рисовал в короле я думаю вам будет неудобно печатать так вот что внутри вот проблема мне оказалось вот этот резистор корид видите когда он в минимальном положении напряжение максимальная максимально открывает транзисторы до базы транзисторов вот он видимо идет слишком большой ток по нему потому что здесь не только вот одна база но здесь еще и вот сидит в ключе уже силу ключевом на силовые транзисторы на открывает получается у нас коллектор ну я не знаю наверно буду ставить проволочные вот как вот тут у меня есть там керамический такой советский там 6 6 килограммный должен пяти стоит ну я поставил 6 найду такой же на 2 хотя были на 3 и поставлю вместо вот этого короче не качественно был подгорал постоянно в принципе так что сейчас нарежу здесь каналы здесь каналы найду более широкие прокладки потому что прокладочки узенькие под транзисторы поставил соберу по мою платку соберу сюда работает сейчас спасибо